Привет, это Ребуарно. На дом из последних стримов мой подписчик Актив через донатик и также еще после этого мой подписчик Давид Лид на Бусти через донатик, за что им огромное спасибо. Просили меня посмотреть ролик у Чака, который называется ЕГА, мыльный эдуатизм, мультразнос. Что-то по-моему это какой-то фильм глюкозы, мультфильм, или мне кажется, может я уже перепутал. Короче, давайте посмотрим, надеюсь будет что-то интересненькое, кринжовенькое, ну поехали. Кстати, да, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на мой Бусти, там много всякого интересного выходит, в телеграме фото-жабы, у меня всякие разные кружочки мои с голым торсом, почему-то все это, блин, замечают, какая разница, как я выгляжу, я же ничего не показываю. Блин, какой кринж. Вот, на Бусти выходят реакции на аниме, там сейчас что у нас, аля заканчивается, волчица и пряности скоро закончится, сейчас выходят реакции на Вокс Макину, на Терминатора, потом еще много всяких будет, поэтому подписывайтесь, жду вас всех, ну и поехали посмотреть. Огромное спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА не пугает дарова соскучились по всратам современным российским мультфильмом да нет так что же мы бегу суша симпатично выглядели еще не бабу а уже с метлой невероятный продукт стоимостью в пол миллиарда рублей нихуя блять и цены можно вот дайте мне 450 миллионов рублей и я их потрачу но не на мульт я за эти деньги всю жизнь могу жить а тут на мульт уходит ёбаный александром чистяков кстати саков был какой мужем глюкозы и фёдор а вот да почему-то бандарчук занимать ой бандарчук опять куда-то писалось этим делом аниматоры из глюкозы анимеш у глюкозы кстати выходят классные мультипликационные клипы даже вот ну одни из последних вообще выглядит шикарно как будто бы блять мультфильм офигенная анимация почему они тогда полнометражку не мог сделать роман озвучивалась дочери в плане нормально потому что это мультразнос явно будет какая-то лупа и спонсировалась фондом кино к кем из глюкозы анимеш озвучивалась дочери миглюку это дочь взрослого и спонсировалась фондом кино вышла ига в прошлом году да еще и набрала на кинопоиске рейтинг 7 и 8 7 и 8 до хуя прям 7 и 8 ёбаный светофор вот это мы шедевр сейчас посмотрим итак вот но 7 8 до хера за пузырь ой выглядит прям вот здесь стрёмно это реально в двадцать третьем году вышло она выращивает яблочки в нее до беладон и трава ротский пёс добрый нет я забираю свои слова обратно выглядит стрелки кину злые яблочки она ж злая нахер ты живешь яблоки блин злые в общем злодика хоть психанул от того что она сделала сказал бы хоть москву не знаю у нее такая дебильное целительное дерево выкинем его пусть люди помогают у тебя туда где она нужно все странно злодейка наоборот и помогла уничтожить надо извините говно пролетела чё собака изменилась того чтобы просто сжечь эту яблоню она превращает это дело в какой-то идиотский квест где дерево должно находиться в тридевятом царстве и почему-то потому что блять канал нужно охранять розовая собака а попутно в гости страшно пиздец гламурная нахер подойдешь и на тебя сделает модником будет королева говорит что у ее мужа кризис среднего возраста хочу королева как страна стели проблемы это дает какие-то элитайры да яблоко блять сожри среднего возраста голубушка да да я ревную а теперь подожди это оригинальный монтаж или что потому что вы прям в лифтинг попадала вот полюбуй земля русская длиною в несколько километров по среде океана посмотрите на эту великую кремлевскую стену за хуйня питовый те прекрасные бестневые ландшафты на поле притоптать я хуену трек вожаю это стена даже с точки зрения архитектуры от кого защищает от воды пупы и лупа делят территорию или как почему я не королева или какая-нибудь принцесса вот сходи к этому розовому пёс или все стану сразу станешь теперь у нас флэшбэк где мы видим рыжуху ядвигу которая знакомится с сочи я двину на неглобной злодейкой и пока у них происходит неловкое знакомство ядвига тащит ее к себе домой блин у него волосах живут бабочки какого фига помойся это был эш зачем тогда склейка если у вас была однокадровая безумная пролетка ты еще скажи спасибо что не через загрузку то есть одна девочка познакомилась с другой девочкой а с ней дружить нельзя потому что тетку нее классическая баба-яга конфликт антигероев она очень похожа на эту храброе сердце такое нехорошие люди почему-то идут с вилами на ягу но то доблестно остается в своей хижине беги спрячься подальше в лесу тебе из метла у тебя из метла у тебя есть метла у тебя есть метла какой-то блин это бесполезное жертвоприношение само пожертвование метелка метелка метелочка метелочка метла 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 ну в общем ядвига сбегает а ягу сжигают заживаю о шашлык как же любят наши киноделы кровожадно убивать родных главного героя для пусть только мы еще везде так эффектности о прошло много лет слишком много лет да блять нихера себе американские гонки горки лет 800 судя по американской горки вот так лучшего господи переходы этот мульт что под спидами это чисто славянские аттракционы кто это вообще почему она носится как угорел и когда нервничаю начинаю заведать ничего не могу чтобы поделать он нет кончилось ну все бля продолжай нервничать привет купер я срочно нуждаюсь гастрономической помощи я всегда рядом чего сейчас хочется колбасы и хлеба или может быть шоколада соком надо было чтобы здесь был мефисто а давай-ка всего и желательно побыстрее пока я не помер от просмотра главное не переживай я знаю короткую дорогу до магазина и я виду спасибо дорогой ну да я дружу с купером а что я говорил купер это свой человек по покупкам все ссылки есть в описании шкалах такая прикольная спасибо бро да не за что гениально рекламным без и продолжают тревожить неизвестную нам девушку досталось всем даже вот этому парню с тарелками давай давай удерживай стекло же трудно бить на графике поэтому вам не покажем сюжет или полмиллиона рублей по дворец в дочери пол для питья наверно как символично и мы узнаем что ее мачеха злая дура из пролога этот портрет заставляет ежеминутно активировать вспышки смены настроение вот сейчас его все ненавидят после того как он залистился блин ожидай я буду собственно зовут сумасшедший у нас не глаз ее отец судя по всему николай 2 она люто триггерится с мачки но батя прям в ней уверен но она мне не мама она лживая и злая куда смотришь она прекрасна по моему у тебя проблемы такие красивые а у тебя нет а еще у меня есть фури астарион любовные кто оклина ури астарион и и вот на сцену выходит позрослевший яга у которой теперь дизель панк ступа на пару вот скажи как я могу тебя научить я бы она симпатичнее было вы когда было мелко не доучка и не менее странная прическа которая живет своей жизнью а еще у нее есть локальный миньон две шишки и капризный кот с днем рождения блять мне кажется должен был перевернуться на этом стулья многие конечно хотели чтобы их кот разговаривал но не все хотели бы чтобы их кот был сукой я полюсик поняли синеглазка уверена в том что ее мать убила злой но мы все равно ливийская злодейка сам батя заболевает таинственной болезнью все улики указывают на слона в комнате нормально все нормально это она тебя отравила и маму тоже не говори глупости какой-то тупой бать это я за что роликах каждый постоянно они побежала спасать папочку так ведь она и спасет конечно если только с ней что-нибудь не случится в темном лесу какой-то дебильный план ты могла ее просто во сне задушить ленивая жопа кот у и тоже как барьеван тем временем капризничает как не в себя сделай меня своим учеником в ливеночки накапаешь ты чё наркоман дурной ну может хотя бы пара печенек слышь барсик а еще чё хочешь может калачиком свернешься и вискос покушаешь а поехали в путешествие блять распомнил ролик который недавно смотрел возвращение шорт ты чё коту дал сказала ему виски дать ему дал виски не виски а вискос пурпур пурдант молодцы конечно скачали глобус с английскими надписями а мне теперь расхлёбывать такой страны нет 450 миллионов и не найдешь пушистый дружок но зато там ты найдешь дешевые и выгодные направления в теплый красивые прекрасное самое главное а где деньги ты найдешь для того чтобы слетать теплые красивые прекрасные самое главное существующие существующие страны и вот после не в существующей не интересных экспозиций к ряду все соединяется воедино а именно девочка с черными волосами оказывается злодейкой она была в начале и дала матери синеглазки две части зелья вау кого-то к нам занесло в такое время и вот начинается невероятная история дружбы белой девочки и рыжей девочки их объединяет общая ненависть к чернявинг но для начала надо собраться объявились как-то да рыжая и блондинка чтобы отпинать брюнетку зацелительными яблоками дабы починить папу а нахуя там нужна дверь для этого нужно сварить зелье кому-то собрать трон языке каждому свое кто мог придумать трон который нужно собирать самому что там пустые коробки что ли швей а там у нас коробок ваше царское недовольство реально что в языке и вы странный мир у нас тут получается американские горки и я ступа на пару магия кого еще не хватает внезапного козла в шлеме и вышитым номером на груди вау ебать такси не видишь она царевна богатырь они даже не нарисовали я гаррис мод осознанные дизайнерской и вот значит осел храброе сердце мы миньоны отправляются в путь ох уж это прекрасно надо было их еще розы ой тьфу блин желтыми сделать кино на референсах на вы говорите ничего сами сделать не можем смотрите у козла шлема хоккейный номер 08 как у овечкина козлечки получает нормально да тогда было сразу овцу и делать кстати они 0 8 8 на протяжении пяти минут они пытаются завестись слушай вот стоит он был качком а бегает жирный драндулет чтобы полететь 3 9 царство бежишь по капустному поле ты чего удивляешься вы же ты кретин и исчезни из кадра вот век механизации все так отупели что даже вычерпывают воду и ступать до ревым шлемом а гениально и почему код зеленаправленно выкидывает шишки они разве не были друзьями они ничего не весят это был катаре весит меньше чем эта тупая белая скотина проваливай и не возвращайся моча отсылается говну поймал поймал или не поймал это вы смотрели по-моему в кауме есть реакция на тот ролик посмотрите обязательно и подпишитесь на группу тоже там осталось 900 меньше девятисот человек до пяти тысячи можно будет вообще зажить хорошо надул баблгам и код застегнул времени надо пошарить паутине мне нужен поисковик пошустрее паучок совсем не тянет чё youtube тормозит а вы другого паучка поищите собственно после него попадают на дно морской как они там ходят совершенно нежданно негаданно а у нихуя себе тут еще и я водяной и водяной ожидает водяной а нахера тебе аквариум если ты под водой дурак то есть погодите он подводное существо живет под водой но не в воде он создал себе купол надел скафандр и заново залил его водой я не понял что так оно и есть мне нравится трудности я с них кайфую мне вообще по кайфу и вот наш подводник решает помочь героям как дунет и оживит электричка как он дунет подлодку это электрическая подлодка что там у него блять эти колесные двигатели стул на котором я сижу размером соседний корабль идет лето аниматоров у тебя не трогал получается рыбку водяного может плавать по всему костюму я понял а хочешь у внезапного лешего в озвучке федора бондарчука ты леший что больше на ролик вот по сроке тарамс и спадет они оба влюблены в какую-то девушку которую мы вообще никогда в кадре не видеть это наверное девушка-то рыба дали ковбойская дуэт зачем почему и вот он просто передал водоворот как шляпу а мачеха твоя никуда не денется странные забавно что про игума до сих пор не знаю она вредная а назвали блять фильм в честь нее активные травмированные путешествует с героями через не хочу и конечно же это не добавляет никакой симпатик персонажи и вот все приплыли добро пожаловать в три девятое царство из игры temple run а также 3 не значила дерево и корни витающие в воздухе на крыше заказывайте реально как она чем питается уже сейчас и вот спасибо обосрался а если убегать пушистый дракон с которым начинается битва за яблоки ну не люблю я физику с геометрией ну поймите летает да какой дракон шайба а еще бы вам финалы кадров нормально отрезали до зависшая шайба в воздухе это против бога конечно ты его приручила просто немного доброты и ласки и вот дракон обратно превращается в собаку и сжигает яблочки живыми эликсирами из да ну как все кучеряло завертелось а еще считаю что ига все можно было сразу так сделать какой гражданин плохая племянница и плохая ведьма о как за все эти годы ты не додумалась что та девочка которая похитила у тебя книгу в детстве буквально стала цариц меня была подруга я любила ее прям любила а это нам показали сестру и даже искать не надо находится вместе где ты живешь иди от ее родестве скачанных пресетов что теперь делать хочу побыстрее снимать штаны и бегать как ты ее увидел глаза незаметно вот прям нравится этот кадр до доставляет удовольствие наверно показывать это без текстурное царство три паркетное государство с украины воль унылая музыка играет невероятно шедевр говно да ну и какой-то момент она еще просто вырубается идиотизм бабушка и кажется она особо не против теперь я стелс бабка я все равно бегаю бегала медленно поэтому ничего не изменилось это и этот бортрет ненавижу ненавижу ну и денек представляешь такой может все таки раздражает это давно пора нет я дала себе слово что обязательно поквитаюсь с тобой и поэтому я ждала блять 30 лет пока стану старой на а потом так поквитаюсь до этого мне было лень и буду сидеть на болоте и ничего не делать одна против целой армии там один мстители пришли вся трэш-хата на месте для будет ты че это что ли гоблин что за вахханалия не реально типа мультики глюкозы были интересны все шутки кончились водяной пытается открыть упаковку с книгой и использует все подручные средства всех рыб из инвентаря взял большой инвентарь суши перегруза нет ты блять глаз ему отбил бедняги ну ты ублюдо да возьми ты молоток черт тебя дери рыба же мягче у него и кровоподтеки и вот далее у нас драка под музыку для добилов а если вам это мало то мы можем обратить внимание на шишку которая дует ванну что-то было собачки чего какой кринж это вместо хобби каутер помесил лучше об этом не задумываться это ж надо а такие феерические баталии к сожалению несут за собой потери и вот нас решил покинуть кучу глаза и милый год который сядет встанет на лапы да помеучина но колдунья побеждена все хорошо и хрен с этим яблок мы сделали микс из магии оживили царя при помощи книги не особенно забавляет что книга здесь просто дает силу и и не надо читать там просто картинки суточка ну ладно идите поиграть воскрешать котов задачи не было очень жалко еще охуела это твой друг ну конечно у него девять жизни поэтому никакого драматизм подарков тебе жалко он проснулся сразу такой ну привет где мой подарок вот про это вот тебе подарок блять и сожгу пар больше никто не вспомнит а потому что это просто предмет головой до синяков головой а глазом этот талисман всегда носи с собой мы уже бэкстендж смотрим или что так почему леший с водяным были влюблены фарфоровую куклу почему их теперь две как она съела бы странно чему его танцует с королем почему это все снято на ручную камеру но при этом это и ручная камера акстерогда только шизы происходит на один квадратный метр не шизу я конечно люблю но не такую что ж для начала неплохо какого начала это конец слава богу и фильм будет в какой-то момент застеснялся и понял что пора закругляться на него сцене сколько прошло время сколько найдет даже как-то неловко ну ладно пока я отказываюсь это принимать 650 миллионов рублей дайте мне такие деньги даже я не сделаю лучше блин я найду я найму точнее обычных каких-нибудь аниматоров которые берут блять бутерброды и рисует красиво да даже блин и написать будет сделать может лучше существование этой идеи было бы уместно в каком-нибудь гибном эфире канала карусель 2015 году но сейчас ты с рейтингом 7 и 8 на кинопоиске ой побойтесь бога да просто выкупили рейтинг нахуй накрутили да это гораздо лучше кукарачили от винога все-таки есть сюжет и какая-то четкая структура дизайн и персонажей довольно выглядит просто это все странно стрёмно этого есть какой-то смысл и закольцованная композиция и какой-нибудь молодой юной команды авторов это не плохой результат но не 450 лямов от слова писали этот мультфильм сценарист короля льва 2 и леонид барац из квартета и сценарист короля льва 2 чё серьёзно охуеть серьёзно не ну второй по моему я даже не помню я его смотрел и его не помню какая же огромное спасибо за внимание подписывайтесь на канал телеграмм этого согласен да подписывайтесь на телеграмму на бусте это было очень странно я блять от души поржал чаку огромное спасибо реально очень классный получился ролик прям веселый весь видос смеялся мне мне зашло на мульт как вообще почему 450 миллионов за эти деньги можно снять вообще конфетку в россии в америке конечно нет сколько это было бы 5 миллионов долларов но копейки конечно естественно для американских фильмов но у нас я думаю можно снять прям вообще шикарное что-то почему не могут сделать я не понимаю вот но в любом случае шикарный ролик спасибо большое чаку спасибо большому подписчикам за просьбу если вам понравилась реакция лайк подписка комментарий не забывайте прожимать бубенчики интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока